Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте и сегодня в выпуске. Завершение работ на дороге на Ринмар-искателе и строительство социальных объектов. Эти темы обсудили на еженедельном оперативном совещании при губернаторе. Глава региона посетил завод строительных конструкций Заполярье. Юрий Бездудный пообщался с работниками и узнал о делах завода и перспективах развития. Завершилась очередная экспедиция сотрудников Ненецкого заповедника на остров Матвеев. Защитники природы провели ежегодный мониторинг лежбищ Атлантического моржа. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. За прошедшую неделю на дорогах НАО произошло 9 ДТП. Об этом сообщает информационное агентство НАО-24 со ссылкой на пресс-службу окружной полиции. В двух из девяти автомобильных аварий пострадали люди. Погибших нет. Остальные ДТП произошли с материальным ущербом. Также на дорогах НАО со 2 по 8 августа задержан один нетрезвый водитель. Он отказался от медицинского осветительствования. Всего за прошедшую неделю в регионе было выявлено 460 нарушений правил дорожного движения. Часть из них с помощью комплексов фото и видеофиксации. За прошедшие сутки в НАО зарегистрировано 10 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1694 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Выздоровел с начала пандемии 1641 человек. В регионе зарегистрирован 21 летальный исход от коронавируса. На лечении с диагнозом COVID-19 находится 260 человек. Из них стационарное лечение получают 59 человек, амбулаторное – 201. На учете в управлении Роспотребнадзора состоят 927 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Прививку от новой коронавирусной инфекции в Ненецком автономном округе сделали 14 039 человек. Из них 12 290 полностью завершили вакцинацию, то есть привились двумя компонентными вакцины. Еще 144 человека выбрали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Напомним, прививку от COVID-19 могут сделать люди старше 18 лет, не имеющие на момент вакцинации признаков ОРЗ и ОРВИ, не принимающие преднизолон, противоопухолевые и противовирусные препараты. Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по короткому номеру 122 через портал госуслуги по телефону колл-центра 8-818-53-2-10-03 или регистратуры медорганизации. Взрослая поликлиника 8-818-53-4-28-69, поликлиника выскателей 8-911-682-63-63. В прививочном пункте ДК «Арктика» вакцинация проводится без предварительной записи, в порядке живой очереди. График работы в будние дни с 12 до 18 часов. В выходные дни с 10 до 16 часов. На повестке стройки в ходе еженедельной планерки при главе региона обсудили дела строительной отрасли. Далее все подробности. Масштабная реконструкция главной дороги, соединяющей Наринмар с поселком Искатери, началась еще в 2020 году. За это время дорожники проделали огромный объем работ, начиная приведением в порядок дорожного полотна и заканчивая благоустройством прилегающей территории. Так были установлены заборы вдоль дороги, об устроенной участке для остановки автомобилей, проведена реконструкция тротуаров для пешеходов и велосипедистов. Работы ведутся в графике. Об этом губернатору сообщил исполняющий обязанности руководителя профильного департамента Александр Чинаров. У нас под реконструкцией дорога Наринмар, поселок Искателей. Техническая готовность данного объекта на сегодняшний день составляет 85%. Срок исполнения контракта... Сан Саныч, вы когда говорите проценты, мне не совсем понятно, это хорошо или плохо. Это четко и строго по выполнению работы. Юрий Бездудный, в свою очередь, предложил чиновнику организовать контрольный выезд на объект, чтобы лично проверить качество проведенных работ. Можно не дожидаться сдачи объекта, взять, допустим, подрядчика и любителей велоспорта и прокатиться уже сейчас, чтобы посмотреть, какие у нас замечания, какие у людей, у жителей замечания к этой дороге. Конечно, можно. Ну, давайте тогда запланируем. Еще одна тема, которая стала предметом для обсуждения, строительство социальных объектов. В частности, яслей в центре города, а также детского сада в Нельмином Носе. По Яслиса движутся, работы движутся. В графике, не в графике, было небольшое отставание. Два месяца отставания на сегодняшний день. Два месяца. До зимы успевают уйти в теплый контур? Да. Успевают. Теплый контур должен закрыть вторая декада сентября. Прекрасно. Что мешает наверстать это отставание? Ничего. Материалы в полном объеме на объекте. Значит, 25 человек в субботу, у нас был объезд, также работают. То есть, никаких сейчас ограничительных мер нет на объекте. То есть, в полном боевой готовности. Какая нужна помощь подрядчикам? Мы же не просто контролируем подрядчика. Мы и помогаем при необходимости. Какая помощь нужна подрядчику, чтобы он это отставание ликвидировал? Чтобы срок сдал объект? Помощь никакая не требуется. Кроме того, Александр Чинаров сообщил и о ходе работ на строящихся домах в поселке Искателей. Более подробный материал на эту тему смотрите в наших следующих выпусках новостей. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Глава региона посетил завод строительных конструкций Заполярье. Юрий Бездудный пообщался с работниками и узнал о делах завода и перспективах развития. Подробности в сюжете Катрина Тайбарей. Главу региона ознакомились с работой завода, поговорили о перспективах развития производства. Учитывая специфику региона, основной материал для строительства зданий необходимо было завозить с большой земли. Отсюда возникали трудности логистики и завышенные цены на материалы. Мы за последние полгода провели большую работу по снижению себестоимости нашей продукции. Это значит, что арматура дорожает? Абсолютно, да. Здесь немножко некорректное ценообразование было. Условно, дорожная плита стоила у нас 70 тысяч. Мы ее сейчас вывели на 40. Завод Заполярье производит железопитонные конструкции, необходимые для возведения зданий. От фундамента до стеновых панелей. Как сообщил Иван Мориков, сложности возникают именно с приобретением материалов, так как они сильно возросли в цене. И длительное время уходило на поиски поставщиков с адекватной стоимостью материалов. Кроме того, ремонта требует и состояние цеха. Завод старенький, требуется проведение некоторой части реконструкции, модернизации, для того, чтобы можно было увеличивать количество и объем поставляемой продукции. Для качественной и комфортной работы в цеху необходим ремонт и модернизация предприятия. Доработать технологический процесс таким образом, чтобы немного расширить как раз ту площадь, которая является теплым складом. Помимо теплого склада необходима установка своей котельной, скважины и других объектов. Это все нацелено на то, чтобы увеличить еще раз производство мощности и, соответственно, строить из качественных материалов, которые гарантированы, опять же скажу, местной лабораторией. Вот здесь на заводе есть своя лаборатория, которая, так сказать, также производит оценку качества выпускаемой продукции. Заполярье – это не только завод конструкции, но и застройщик на различных объектах. Перспектива растет. Одна лишь линия жилья составляет порядка 30 тысяч метров. Также предприятие работает над общественными объектами. Что касается социальных объектов, мы точно так же участвуем в этих программах. И вот совсем недавно выиграли тендер по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Искателях. То есть мы уже приступили к выполнению этой работы. Работа завода не только обеспечивает округ строительными материалами, но и способствует снижению безработицы в регионе. И самое главное – здесь работают местные наши жители. Потому что сегодня 61 человек работает на заводе. Учитывая то, что объем увеличивается в стройке, планируется дополнительно взять еще 15 человек. Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь к нашим жителям. Просьба при необходимости, если у вас нет работы, обращаться в отдел кадров за ИСК, за Полярье. И милости просим. Работы хватит для всех. На территории завода расположен формовочный центр, склады готовой продукции, холодный склад, столярный, фасадный и арматурные цеха, открытые склады щепня, песка и отсева. Наличие всего необходимого позволит не прекращать работу предприятия в зимний период. Нормальный цикл жизни предприятия. Мы не должны на сезонность ориентироваться. Придет зима, то есть также работаем на следующий сезон. Сегодня на предприятии трудится 61 человек. В ближайших планах – расширение производства и создание новых рабочих мест. Как собрать ребенка в школу и сколько это стоит? Таким вопросом задалась съемочная группа телеканала «Север». Мои коллеги отправились в магазин канцелярии и про школьную форму также не забыли. О том, сколько денег в этом году придется потратить на первоклассника, расскажем в следующем сюжете. Готовиться к школе нужно заранее. Многие родители уже начали покупать своему ребенку обувь, одежду и спортивную форму. Но без тетрадок, ручек и другой канцелярии ни один школьник обойтись не может. Карандаши разных цветов, ручки в виде животных, альбомы для рисования на любой вкус и цвет. У детей, конечно же, разбегаются глаза. Особенно у тех, кто только идет в первый класс. А чтобы ничего не пропустить и при этом пойти на компромисс со школьником, родители и их дети часто ходят закупаться вместе. Ну, заранее одежду, к примеру, мы покупали в Кирове, там одевались. Ну, а констовары здесь, потому что потом, мне кажется, будет большая очередь. И не дай бог, что-то забудешь, что-то из головы вылетит. И так еще время есть, можно будет забежать и приобрести, если чего-то не хватает. Как с нами поделилась Марина, собрать старшую дочь в школу намного выгоднее и гораздо быстрее. С первокласской же все сложнее. Цветные краски хочу такие и такие. И вот тут тетрадочку, а еще пластилин. Ну и куда же мы без цветных карандашей? Ажиотажа пока нет. Поэтому выбор большой и можно подольше рассматривать канцелярию. Ведь учиться в школе, если у тебя в пенале ручка или карандаш с любимым героем, весело и приятно. Народу очень мало. Может быть, кто-то болеет, может быть, кто-то в отпусках, кто-то в интернете закупается. Поэтому народу очень мало. На стандартный набор первокласски по пять тетрадок в клетку и линейку, обложки, рюкзак – все для труда и рисования. А также полный пенал ручек, карандашей и всего прочего может уйти от двух до трех тысяч. Наш рюкзак обошелся в 2800. Впрочем, мы забыли взять дневник, фартук и клей-карандаш. Но зато у нас была не проливайка для рисования. А дальше мы отправились за школьной формой. Вот смотрите, вот так получается, да? Девочек, по словам продавца, собрать в школу сложнее. Пару блузок, нарядную и на повседневку, юбка, сарафан, колготки и, конечно же, туфли. С мальчиком все попроще – брюки, жилетка, также пару рубашек и туфли. С теми, кто уже ходит в школу не первый год, ситуация легче. Обычно с предыдущего года остаются вещи, которые можно надеть и в новом учебном году. Сложнее, наверное, одеть первоклассник, потому что им же надо все купить. И блузки, и сарафанчики, и школьную форму, и все. Есть такие покупательники, они, допустим, в выпускной в садике, они что-то покупали уже на этот выпускной, такое, чтобы потом пойти и в первый класс. В среднем школьная форма для первоклассники обходится в 7 тысяч рублей. Но это если покупать только самое основное. Получается, чтобы отправить ребенка в первый класс, в месяц в канцелярии придется заплатить около 10 тысяч. Хорошим подспорьем для семейного бюджета становится выплата по президентскому указу. Те семьи, кто в прошлом году не получал выплаты на детей, могут обратиться в клиентские службы пенсионного фонда для подачи заявления. Причем независимо от места жительства. А для тех, кто подавал заявление на единовременную выплату в прошлом году, все намного проще. Самый основной канал это госуслуги, поскольку на госуслугах те, кто в прошлом году получал выплаты детские, уже имеется заявление, заполненное практически, сведения о которых нужно в заявлении просто подтвердить, либо в случае изменения просто внести изменения. То есть приоритет, конечно, вот этой форме обращения. Но есть такие категории, как опекуны и попечители, которые должны подтвердить в необходимых случаях свой статус. Поэтому они, как правило, обращаются все через клиентские службы пенсионного фонда. Новые выплаты помогают, но полностью расходы, конечно же, не покроют. Для нашего вымышленного первоклашки мы, например, не смотрели специальные прописи, рабочие тетради и различные пособия. А это еще как минимум пару тысяч. Собрать детей в школу в Ненецком округе – не самое дешевое удовольствие. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Антон Бодряков, Телеканал «Север». В начале августа завершилась очередная экспедиция сотрудников Ненецкого заповедника на остров Матвеев. Защитники природы провели ежегодный мониторинг лежбищ Атлантического моржа. О том, как прошла экспедиция, расскажет Василий Хатанзейский. Экспедиция проходила с 15 июля по 2 августа. Сотрудники заповедника Ненецкий вели ежедневный учет численности и следили за особенностями поведения животных. В ходе поездки научные работники наблюдали за жизнью моржей. Сам мониторинг проходит сейчас следующим образом. Для учета численности каждодневно мы используем беспилотные летательные аппараты. Обычно это Фантом 4 или Мавик 2 Про, с помощью которых мы делаем картинку сверху на лежбище, на определенной высоте, чтобы все лежбище охватить, и потом считаем численные животные. Благодаря новейшим технологиям появление беспилотных летательных аппаратов намного упростило работу. Раньше процедура подсчета проходила по классической технологии. Исследователи вручную высчитывали поголовье, что было достаточно сложно. Помимо вычисления количества особей, сотрудники заповедника изучали возрастные категории моржей и их пол. На нашем лежбище сейчас, ну и как обычно всегда бывает в это время, в июле, в основном выходят самцы. Самки не выходят в этот период. Они находятся в других местах, нам пока не очень известны. Но предположительно, что это все-таки район Аранских островов. Это север, север новой земли. Помимо изучения моржей, была проделана колоссальная работа по исследованию места и условий их обитания. Как говорят ученые, этот год более благоприятный для выхода моржей на лежбище. По сравнению с предыдущим годом, когда моржи вышли на побережье острова очень рано, 15 мая, потому что очень рано ушел лед. В этом году животные вышли в начале июня. И соответственно, это для них средний показатель, что является нормой. И для них это хорошо. Они не потратили очень много энергии на то, чтобы плавать, поесть туда и обратно. Помимо мониторинга численности моржей, экспедиция в рамках совместной работы с Всемирным фондом природы занималась сбором информации для будущего проекта по детектированию и идентификации моржей. С нами в экспедиции не всю часть этой экспедиции, а небольшой промежуток времени находился на острове один из сотрудников МФТИ Андрей Леус. Сейчас это тот человек, который будет нам помогать, создавать, обучать нейронные сети, которые могли бы впоследствии на фотографиях определять моржей и в том числе определять моржей до особи. Проживая в старом маячном поселке на острове Матвеев, на протяжении более двух недель участники экспедиции проделали колоссальную работу. Более десятка фрагментов глиняной посуды эпохи Средневековья удалось найти археологам в ходе очередной экспедиции в районе озера Салендейты в западной части Большеземельской тундры. После детального изучения находки пополнит фонд музейного объединения Ненецкого округа. Александра Литкова расскажет подробнее. Стоянка на озере Салендейты в Большеземельской тундре была открыта еще в 2009 году. И в рамках новой экспедиции археологи продолжили раскопки на местах, которые уже были исследованы. Размер обследуемого участка составил 32 квадратных метра. Глубина – почти два метра. При этом из-за большого количества песка работа была затруднена. Культурный слой находился под практически метровым слоем. Скажем так, не культуросодержащим. То есть сначала удалялся вот этот пустой песок, после чего мы перешли к разборке непосредственно культурного слоя. Раскоп традиционно разбивался в прямоугольной формы, разделен на условные квадраты со стороной по два метра. По обнаруженным находкам сотрудники музейного объединения предположили, что данная стоянка относится к периоду Средневековья. А народ, который оставил следы своего пребывания, обитал здесь преимущественно в летний период. Занимаясь рыболовством и охотой. Более десятка фрагментов глиняной посуды были обнаружены рядом с двумя кострищами. При попытках его реконструировать, даже кое-что и получится. Вот верхняя часть здесь таким образом соединяется. И еще один фрагмент получается вот таким образом. То есть здесь у нас получается соединяются четыре фрагмента. Они были найдены на некотором отдалении друг от друга, но понятно, очевидно, что это одна и та же часть, точнее часть одного и того же глиняного сосуда. Алексей Каратаев говорит, что такие находки в виде крупных частей одного глиняного сосуда встречаются не так часто. Многое может рассказать и орнамент керамики. Орнамент керамики является одним из самых важных исторических источников. И вот эти данные по орнаментации керамики позволили предыдущему исследователю памятника, Александру Михайловичу Мурыгину, сделать вывод о том, что этот памятник близок к населению, которое проживало на территории Западной Сибири. То есть это Обско-Ямальский регион. То есть население посетило и территорию Большеземельской тундры, преодолев такие довольно значительные расстояния. Сейчас сотрудники музейного объединения изучают полученные материалы. Затем приступят к написанию научного отчета, после чего находки пополнят фонды музея. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.